Ребята, у нас уже день, хотела заняться пирожками, но тут с садика позвонили, сказали, что сухпайки прийти забрать. Мы с Егором идем за пайком. Тайсон, опять все вывалил? Сходили мы уже с Егором за сухпайком. Сейчас покажу вам, что мне дали на двоих детей, на Марину и на Оксану, так как Ване нет еще трех лет. Так, смотрите, ну начнем вот отсюда, чтобы сразу Света в холодильник убрала. Два куска сливочного масла сладкого. Дальше две банки сгущенки. Это все на двоих детей. Потом четыре банки говядины. Две банки сайры натурально-тихоокеанские. Вот две баночки. Потом два пакетика сухого молока. Две пачки чая канди. У меня обычно такой муж на работу берет чай. Потом два килограмма сахара. Две пачки макаронных изделий. Потом пшено. И еще одно пшено разное. Две бутылки масла. Это на каждого ребенка по одной считается. Две гречи и две пачки муки. Также два сока яблочных и киевские сфарики. Тоже две пачки. Видите, это у нас получается на двоих детей. На Мариночку и на Оксаночку. Вот такая гуманитарная помощь от садика. Или как не гуманитарная, как она считается. Но факт то, что от садика дали. Вот так вот скажем. Сухое молоко это будем пить, есть, варить. Пшено. Я рис с пшеном смешиваю. Каша вкусная получается. Поэтому понадобится тоже, да. Вот такой вот сухпайок. Дорогие друзья, пока я ходила в садик, Светик мне тут уже немножко нарезала яичко. Тут еще вот она будет резать. Тут у нас лучок зеленый. Это я еще буду делать ленивые пирожки. Если интересно, то оставайтесь с нами. Сейчас она все нашинкует. Я пока печку затоплю и поставлю в воду. Что мы рожки сварим с тушенкой? Дети хотят рожки с тушенкой. Сварим рожки с тушенкой. И сделаем ленивые пирожки. Так что, все кто кушает, всем приятного аппетита. Так, ты тогда шинкуй, а я буду лук. Ты его весь мыла, да? Да. Да, я, может быть, встану. А я тогда буду луксук резать. Буду тарелочек, потому что лука много. Что случилось? Еще надо налить. Ну, давай я пока Светиной кружки налью, а потом Свети налью. Блин, Ваня. Все, иди играй. Мама будет со Светиком кушать, помогать делать. Все, спичку затопим. Ну, сходили мы в садик. Сегодня все идут в садик, получают сухпайки. Ну, в целом, мне нравится. Сухпайок был хороший, ребята. Да, Ваня тут бегает. Ваня, сок бегает, пьет. У нас, ребята, уже ничего есть не хотят путем, да, Светик? Уже не знаешь, что я готовить. Что-то выдумываем, выдумываем. Ничего путем есть не хотят. Пишите, как у вас дети едят, еще или нет. Так, ладно, я, наверное, тогда буду пока заниматься печкой, а ты будешь дальше резать, да? Сейчас мы все нарежем и покажем, как мы будем делать ленивые пирожки. Дорогие друзья, будем делать ленивые пирожки. Что нам для этого понадобится? Сначала делаем тесто, как на оладьи. Нам для этого понадобится кефир. У меня тут литр. Более подробные граммы я напишу под видео в описании, так что не переживайте. Я делаю на большую семью, поэтому у меня столько. У меня здесь кефир. Литр. Также я ложу соли. Ложу сахара. Щепотку. Я всегда все, ребята, делаю на глаз. Также положим чайную ложечку соды. Где-то вот так вот соды. И все это перемешаем. И сейчас будем добавлять муку. Добавляйте эту муку. Мы сегодня готовим со Светиком все. Светочка мне помогает, учится. Да, Света? Ей стало интересно готовить, да? Раньше как-то она не хотела. Теперь она меня с кухни иногда выгоняет, когда что-то делает. И все хорошенько перемешиваем. Тесто, как на оладушке, но все равно немножко погуще делать. Видите, она уже реакцию дает. Сейчас мы сделаем тесто и вам потом покажем. И вот так вот. Продолжение следует... Дорогие друзья, замешала и тесто замесила. Вот такое вот оно у меня получилось, как на оладушке, видите? И сейчас Светик у нас будет сюда добавлять лук зеленый вываливай. Весь, весь, весь! Хорошо из тарелки вытягивай. Вот это вот и называется ленивые пирожки и яички тоже сюда. Сейчас мы это все перемешаем, и будет вкуснота. И будем жарить наши ленивые пирожки. Вываливай, вываливай! Я жду, когда ты вывалишь. Давай я помогу. Вот так вот, видите, получился полный тазик. Как салат готовим, короче говоря. Что-то много яичек досварила, да? Ну ничего, сейчас все это хорошо надо перемешать, чтобы было все равномерно. И потом будем жарить на сковородочке. Я помню, мы раньше с бабушкой в деревне такие пирожки делали. Лень было жарить, лепить их. Времени не было, потому что хозяйства держали много. И мы с бабушкой делали вот такие вот пирожки. Это рецепт еще с моего детства. Вкусно было. И я решила тоже сделать своим детям такие пирожки. Надеюсь, у нас все получится. Вот такая вот у меня масса получилась. Сейчас у нас поставим сковородку греться, нагреется. И будем вместе с вами жарить. Рецепт более подробно я оставлю под видео в описании. Ставим на печку сковородку и наливаем масло. У меня вот тут вот так вот. Я побольше налила, потому что я не помню. Бабушка вроде много тоже наливала. И разогреваем. На разогретую сковородку налаживаем нашу массу, как на оладушки. И обжариваем с двух сторон. До красивой, золотой, румяной корочки. Жарим, дорогие друзья, наши ленивые пирожки. Уже ребята попробовали. Но я хотела вам показать. Вот такие вот они у нас получаются. Какие они получаются в разрезе. Вот такие вот вкусные и аппетитные они получаются. Если тесто погуще сделать, мне кажется, можно даже в духовке запекать. Этот рецепт понравится тем, у кого маленькие дети есть быстро и удобно. Так что рецепт смотрите в описании. Если вам понравилось, то подписывайтесь на наш канал. Ну, а я буду дальше жарить. Жарю все еще, дорогие друзья, ленивые пирожки. Уже поели хорошо. И вот уже полтазика нажарила. Я бы света хотеть жарить, но масло стреляет. Я еще крышкой накрываю иногда, чтобы оно в середине хорошо пропеклось. И масло стреляет сильно. И поэтому я свете не разрешаю. Боюсь, что аж парится, не дай бог. Она-то хочет сама жарить, но я ей не даю, как всегда. Тут уже форточку Настя просто открыла. И все равно жарко. Жарко, жарко, жарко. Пирожки получаются вкусные, аппетитные, сытные. Вспоминайте, дорогие друзья, рецепты из своего детства, как сделала эта бабушка. Это очень вкусно. Дай бог моей бабушке здоровья за то, что она мне когда-то показывала свои рецепты. Рецепты, мчила. Вообще, дай бог ей здоровья. Ладно, буду дальше жарить. Вспотела до чертиков. Но ничего, зато дети будут сыты. Девочки там уроки делают. Делами занимаются. Ну, а я кушать готовлю. Приготовила рожки с тушенкой. Ничего больше не хотят есть. Я уже не знаю, что им готовить. И вот сейчас пирожки еще приготовлю. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...